Я вас приветствую. Погодка, что называется, дождливая. Самая. А там вот дальше, потому что в тумане, ничего не видно. Не знаю, летают ли самолеты в такую погоду. Но мне кажется, я слышала только что, как гудел один. Хотела сказать про шум машин. Знаете, вот он мне вообще не мешает. Я вчера, когда занималась этим делом, поймала себя на мысли, что я вообще его не слышу. Вообще. Они же не тарахтят тут мотором, так? Прошуршали колесами. И все. Вонизма никакой нет. Вот. Потом уже такой бензин. Так я же хочу вам показать, чем я вчера занималась. Вы посмотрите. Ужас какой-то, что я вчера делала. Сейчас я так осторожненько спущусь на балкон. Ну, самое первое, переставила вот эту большую люфу туда, к этой трубе. Пускай она по этой трубе идет дальше. Да. Почему-то мне кажется, что вот тут плодик, который так хорошо подсвел и стал уже такой большой, не знаю, куда-то делся. В общем, получится мне эксперимент или не получится вырастить себе мочалочку, я не знаю. Так. Дальше. 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 Знаете, боюсь поскользнуться. Это еще здесь стоит. Маленькая. Пока стоит тут. Вчера был ветер, я ее прятала от ветра. Небольшую и маленькую. Только большую я уже туда переставила. Маленькая еще стоит здесь. Ну, чтобы, знаете, на всякий случай не поломалась. Так вот, возвращаясь теперь. Вы же помните, я показывала как-то, наверное, одно видео назад, что когда я с дочкой ездила там за всякими этими причиндалами, то я купила, ну, рассаду. Так называется, по-моему, правильно, рассада, потому что их было понесколько в каждой упаковке. И вот смотрите. Вчера бабушка занялась тем, что рассадила, рассадила цветочки. Ну, и гудит, гудит самолет. Надеюсь, вам слышно звук самолета. Значит, летают. Значит, не такой туман. А, это, знаете, это, наверное, не туман. Это, наверное, в туман не летают, я точно знаю. Они объявляют тогда. Это вот не туман, потому что на улице вот как-то такого тумана нет. Это дождь. Это там идет дождь, вот там вот, ну, там вдалеке. И поэтому такое впечатление создает, как туман. Ага, поняла, поняла. Так, значит, опять возвращаясь цветочка. Так вот, я рассадила. Чернобрылцев было 8 штук. Я эти 8 штук рассадила по горшочкам. Сейчас я их там порасставляю. И лабелии было 12 штук. Оказывается, в этих двух упаковочках маленьких было их по 6 штук. Смотрите, я уже заметила, что за то время, пока они были у меня, они уже так начали подрастать. Ну, в общем, я думаю, пришло время их пересадить. А вчера у меня уже освободилось немножко времени после этих проклятых ящиков. И я их вот так вот рассадила. Ну, сейчас я их порасставляю туда. Некоторые порасставляю. Вот в эти. Цветочные такие большие, не знаю, как их назвать. Ну, горшки тоже. В принципе, туда же можно и цветы сажать, не просто ставить в горшочках, как я. И тогда будем посмотреть, как оно будет выглядеть. Стало выглядеть приблизительно таким образом. Я думаю, когда кустики разрастутся, оно будет выглядеть так значительно интереснее. Ну, пока. Маймо, ты шо, маймо. А, как я уже говорила, как я уже говорила, вот эти вот лобели, лобели, я хочу поставить вот там вот. Ну, извините, что повторяюсь, может, не каждый смотрит каждое видео. Вот там, где стул стоит, и вот в этом простенке, я хочу поставить, вот там оно стоит, это, знаете, такая вертикальная моя подставка, там, где много ящиков. И туда я поставлю вот эту вот, туда я поставлю вот эту лобели. Сейчас не буду, потому что дождь скользко по балкону ходить. И поэтому пока-пока, пока здесь сидят. Она же такая, как я хочу, не растет высоко вверх лобели, а делается такая густая, густая и красивая. Получится хорошо. О, какой дождь идет. Дождик идет хороший. Что называется? Так, ой, а вот я смотрю, я не видела. Знаете, интересно позаглядывать к соседям на балкон, так сказать, или на их террасу. А смотрите, извините, что камера прыгает, но потому что я очень боюсь упасть. И поэтому, смотрите, какая белая лилия расцвела. Шикарная. Вот, вот. А вот там вот, вот там вот живет котик. Между прочим, вот не тот, который там, если вы видите, сидит такой глиняный. А такой настоящий серенький, который называется британец. Так вот, этот котик сидел и вчера так на меня строго-строго смотрел. Там сидел. Посмотрел, посмотрел, и все. Ой, так, на телефон нападало дождя, кофе на камеру. Поэтому пошла внутрь. Села в свою оранжерею, ну и показываю вам, что у меня тут творится. А кнопку пока так поставила. Вот, поставила ее возле окна. Пока не вешала никуда на стенку. Ну, пусть пока так стоит. Потому что, я думала, может, ее вообще можно просто ставить. Ну, там сзади подставочки нету, а есть только так, чтобы повесить куда-нибудь. Ну, наверное, если полочки есть какие-то, можно на полочку ставить. Ну, пока я ее не вешала. Пусть пока так постоит. Так, оранжерея моя, оранжерея моя. Это тоже, кстати, оранжерея на подушке. Между прочим. Кто-то меня спросил, кто это вышивал. Ну, как кто? Я вышивала. Я вышивала и сама на подушечку делала наволочку. Я вышивала. Так, тут мои прекрасные цветочки стоят. Замечательные цветут. Тяжело перенесли, конечно. Ну, ничего. Поправятся. В следующем цветении будет лучше. Да. О, брюги я вчера ее так порасправляла. В ней так три веточки получается. То оно все было, знаете, все вместе, все в кучу. Так я хоть ей цветочки порасправляла вчера, чтобы можно было им так свободненько находиться и не вянуть. Ой, вот это такая красавица. Я насчитала на ней 18 цветков без тех, которые другого сорта. Только вот этих больших и прекрасных. Красота. Это то, что называется Magic Art. Magic Art. цветочки у меня стоят и в ту сторону, и в эту на стеллаже. Почему? Ну, потому что я их ставлю серединкой к свету, а некоторые получаются слева цветонос, некоторые получаются справа цветонос. Значит, вот это единственные ящики, которые остались. Я вчера выбросила 7 или 8 штук, я уже не помню. и вот это вот единственные ящики, которые там остались. Ой, это те, которые нужно там вот в этот комод разместить, там есть вещи, посуда еще некоторая убрать оттуда. Но, по крайней мере, вот там вот, вот там вот, между баром и плитой, и холодильником нет ни одного ящика. Какое счастье! Вчера я избавилась от них всех. Так, ну, с этой стороны тут тоже такие вот, такие вот красивенькие, красивенькие. Ой, попыталась я вчера посчитать, это невозможно, посчитать цветы на на грин панде, грин панде, зеленая панда. Да, я там где-то до 50 досчитала, сбилась со счета. Ну, в общем, так, если очень-очень приблизительно, то где-то 60 штук будет, даже больше. Ну, посчитать невозможно. Я только вот эту вот одну сторону попыталась посчитать и все. И то я считала, я не бралась там, знаете, за каждый цветочек один, два, три, а так глазами. Так, невозможно. Там, смотрите, что делается и внутри, и в этой. Гляньте, ужас какой-то. А вот эта сеншин, я так понимаю, она отцветает. Она, знаете, вот она уже веточку засушила. Не все же цветут, они же давно у меня уже цветут. И не все же так цветут там годами. Нет. И она еще там, 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 на той квартире она начала цветочки потихоньку отсушивать, отсушивать, отсушивать. И уже, вот, смотрите, видите, она и вот эту веточку отсушивает уже, как полагается. Вот, видите, смотрите, прям падает в руки тебе. А этот, не, этот еще держится. А этот, а вот, вот еще один. То есть, это она уже заканчивает свое цветение. Так, понападала цветочка. Ну, тут пока, пока еще, так, ничего, ничего, ничего. Ага. А я хочу вам показать, сейчас я встану, и я хочу вам показать те, которые вы не видели, которые у меня уже расцвели после переезда, но вы их еще не видели. Такие, миленькие, некоторые. Да, их аж три штуки. Это, так сказать, по пути. Встала с дивана, смотрите, а тренда так интересно получилось. Сверху стоит такой, обычный цветок, а здесь пилурик тренду. Я так поставила сначала, начнется случайно, а потом думаю, что у меня такой за цветок с двумя такими веточками. А потом оказалось, что я просто чисто случайно так поставила. Ага. Это грация. Грация тоже отсушивает. Ой, цветочки. Ой, не так повернешься своим коленом, и все. Вот видите, каждый день собираю такой урожай. Ой, красивая она. Это карат кейк. Карат кейк, карат кейк. Надо подставочку другую приколоть. Тина. Тина такая красавица. А вот это вот, знаете, дефюженс. Вот она растит, этот цветонос, это я не знаю уже, не один месяц. И никак, 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 никак. но переезд перенесла вместе с таким цветоносом. Ага. Ой, так хочется сказать, ой, ой, так красивенько. Там тоже есть дефюженс один. Если кто не помнит, то у меня их шесть штук. Этих всяких дефюженсов. Как это? В Бразилии много педров. и много диких обезьян. Так у меня шесть дефюженса. Ага. Вена все такая же красивая, с такой же шапкой. Если попадется вам такой цветок, обязательно купите его, орхидею. Он такой всегда шапкой цветет. Замечательный. Это цыганский праздник. Красивая, яркая, мини- орхидея. Ну, тоже, по-моему, она уже отцветает потихоньку. С правой стороны цветочки так. Намылились отцветать. Это очередная дефюженс. Стоит такая красивая вся из себя. Это инсбрук в ту сторону смотрит. Попкорн смотрит в эту сторону. А там вот наверху стоит моя самая первая орхидея. я ее сниму, чтобы вам показать поближе. Сразу бросим сюда взгляд. Видите? Ой, как хорошо, как хорошо. Теперь можно свободно проходить. Это мешок для мусора висит пока. Знаете, почему дверцы все открыты, ящики там некоторые выдвинуты? Вот это вчера я пихала, что куда придется, продолжала. чтобы только разобрать ящики и выбросить. Поэтому и тут еще такое творится. Но это постепенно все. Потому что устаю, ужас какой-то, устаю до вечера просто невыносимо. Поэтому вчера тут я уже так поподметала, там вот это я вытирала, там где-то что-то покапала. Кошмар какой-то, кошмар, любимое слово. Так, ну вот мои орхидеечки, которые вы не видели. Это ведро стоит в нем вода разведенная с этим удобрением. Вчера я уже поливала такой водой с удобрением. Смотрите, вот это моя красавица, которую мне подарили самую первую. вот в 2017 году. Так, не очень удачно я поставила, потому что мешки всякие лезут, ну не важно. Просто смотрите на цветочек, я ее называю Red Lip. Она у меня выжила, выжила, пережила всякие эти обработки и всякое такое, все эти рекомендации, от которых я уже ушла давно. Пережила еще она у меня обработку, знаете, прочитала типа от комаров, то что от комаров побрызгаете орхидеи от насекомых, сожгла ей листья там частичные корни, она все это восстановила, очень неубиваемая такая орхидея, вот она распускает третий уже цветочек, красота. Это мне подарила зятя сестра, не знаю, с чего ей так пришло в голову подарить мне эту орхидею, ну так ей захотелось, наверное, и поэтому поэтому с тех пор я заболела этими орхидеями и с тех пор я их выращиваю. Она, кстати, хочет меня посетить, дочери сказала, что она хочет меня посетить в новой квартире, ну я сказала, что как я все разберу, как полагается потом. Так, это орхидея Сантос расцвела, тоже такая мини-орхидеечка, у нее уже по-моему сколько она, два цветочка, вот так вот она миленько цветет, замечательно. Ой, а это, это, это вообще такое чудо природы какое-то расцвело, это орхидея флиртейшн, смотрите, отсушивает три листа сразу, ну, наверное, так полагается отсушивать два-три в год, она их все одновременно, долго-долго держала бутоны, кстати, как-то распустила странно, обычно они начинают же вот с этого распускать, этот первый должен быть, этот второй, этот третий, ну, так она в связи с переездом вот что-то такое распустила на три лепестка, ну, она вообще такая очень интересная орхидея, сейчас вот я посмотрю, когда она у меня цвела в последний раз и цвела ли вообще она у меня после того, как я ее купила, вот знаете, буквально в двух словах, флиртейшн, купила ее 2-го, 7-го июля, то есть, получается, 20-го года, вот она цвела, цвела, тут, что-то там поцвела, отцвела, и, вот я читаю, 20, в июле 21-го года дала цветонос, июля 21-го, сейчас 24-й, 3 года назад, дальше, плохо развивает цветонос, сушит почки на нем, и так далее, срезала, в декабре 21-го срезала никакой цветонос, то есть, не распустила, дальше, росла, 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 в 22-м году, в октябре, дала цветонос, растит цветонос, написано, листья мелкие, корни, тоже так себе, декабрь 22-го, срезала цветонос, она его не распустила, и вот, в 23-м году, она дала цветонос, 29-го, 7-го, в июле, так, в основном, дает цветонос, вот, и вот это то, что она распустила, что-то такое задохлое, то есть, за 4 года, она у меня, единственный раз, единственный раз, расцвела, вот таким, каким-то, непонятно чем, то есть, с третьей попытки, три раза, давала цветонос, получается, и только на третий раз, она вот, расцвела, что-то за оркидея, чепуха такая, ой, ну, а это красавица, мантре, красавица мантре, это вам, так сказать, на закуску, полюбоваться, ей, ну, ладно, тебя тоже, тебя тоже, Андора, ты тоже красавица, тоже такая красавица, то есть, вот так вот, ты купил орхидею, да, и думаешь, она тебе будет вот так вот, цвести, хотя бы так, хотя бы так, я уже не говорю о том, чтобы вот так вот, вот так вот, цвести, Как эта цветет А она получается Цветет каким-то чахлым цветением На три лепестка И раз в три года Так, постепенно от такой орхидеи Что надо делать Понимаете, избавляться Не, я прям сейчас ее убивать не буду Прям сейчас я ее убивать не буду Ну постепенно со временем Постепенно со временем Она возможно и сама Уйдет Вот у меня еще есть одна орхидея Которая вообще непонятно когда цвела Она, наверное, четыре года назад Растит такие, знаете, безумно жирные корни Какие-то Безумно жирные листья А цвести не цветет И не собирается И даже и намека нету Листик дает Это тоже такая орхидея, знаете Никакая, пустоцвет Зачем она такая нужна Пока рука не поднимается От нее избавиться Потом вполне возможно Так, ну это мой Адарион Такой Пахнет Пахнет, пахнет Один из трех Так, ладно А то я увлеклась Своими орхидеями А нужно и, так сказать, честь знать Ага Узыкает Непонятно Непонятно, шо А не цветок Только называется Шо орхидея Так Да, все Пока Пока Субтитры создавал DimaTorzok